всем привет ребята вы на канале тоюжный гость мы видим по горной речке ловить хариуса хариус в этом году что очень слабо клюет но тем не менее постараемся его поймать сегодня мы переночевались чудесной избе изба очень хорошая изба сделанная нашими знакомыми вот вот сюда у меня получается эти люди знаем и это изба хочется отдельная благодарность им сказать по прямо на ура отличная изба а мы начнем рыбачить прямо сейчас уже собираем вещей пусть нам улыбнется удача не знаю камера передаст не передаст вот там все миляки батя что-то ругается проезжаю на моторе и потом рыбки убегают перед нами в общем были рыбаки вот такие следы вот они следы рыбаков и соответственно они выловили основную часть рыбы и сейчас особо не клюет я попробую сюда половину я поймал рыбку приехали ловить хариуса у нас подъездки собака ребята хороший экземпляр Зацепил Вот такой, ребята Вот такой северный Хариус Попался Тоже, ребята, еще одного поймал Вот такой экземплярчик Слабые поклевки, слабые Поймали, получается, три рыбы Та самая большая, потом вот эта чуть поменьше И еще чуть поменьше Три рыбехи Одного переката Блин, маловато, конечно В причем того, что некоторых перекатов почти нет Там ловить даже смысла нету Потому что все видно Ну что ж, поделаешь Когда говорится, как говорится Когда густо, тогда и пусто Ничего себе, я бабахнулся Так вы можете, ребята, заметить, какой тут большой омут Вот И все это Какие-то скальные породы, видать Вот такими Камнями обложены И вот так по краю Все Камнями Глубина, наверное, там хорошая Сейчас попробуем здесь Половить рыбу Блин Зараза Батя, опять поймает мои руки Ну ёпростая Второй раз не могу вытащить Вот она, рыбьёта Ой Есть Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому всех рыб, сейчас потихоньку будем подниматься, вроде как у протона еще была поклевка, но в общем здесь каким-то образом надо красиво подняться, здесь конечно перепадик такой душевный вот батя поймал перекатика, самого мощного наверное подними пирог это рыба так рыба рыба чуть-чуть стала более активной вот таких перекатик огловием, когда очень сильно покушать, потому что устал неумоверно, где-то лодку тускаю, где-то дергаю мотор, где-то рыбачим, поэтому как бы нагрузка колоссальная на организм и соответственно проголодался как волка, а сейчас она уже и время после обеда, поэтому предлагаю отцу перекусить бичиками, сейчас нам до следующего перекатика поднимемся и сварганим огонь и соответственно скипятим чайник, ну что ж пока а лонь, опа, батя опять кауза поймал хе-хе давай гони давай гони давай гони давай гони давай гони давай гони еду, еду, еду и как-то, блин, потащила, то ли течением, то ли чем дала и уже никак не смог выровнять давай гони давай гони Субтитры сделал DimaTorzok С братом вскипятили чайник, заварили бичиков Костер покажи Брат разъел вам костер Отец рыбачит, зову бичиков есть, но никак не приходит В детстве мало рыбачил Он рыбачил только на червяка, а на блесну и даже не рыбачил Я начал рыбачить на блесну И то в взрослом возрасте, когда начал увлекаться именно спиннингом И вот отец оттягивается за все годы, которые, видать, не рыбачил Хлопает рыбак Бэтан пытается усиленно скипять чай Спокойно, уютно Единственная мошкара не была, у мошкары было бы очень отлично Мошкары и комарья А так в целом классно, потихоньку продвигаемся Если можете увидеть Опять вода получается Вот остров, над островом вода получается Там ведь дальше смотреть И опять нам придется перейти пороги Некоторые, может быть, скажут, что это не пороги, а фигня Но на самом деле То, что показывают Когда преодолевают большие Готово, Вася? Готово? Вот, все выливается Ну, пусть там будет То, что говорят То, что показывают Когда Перебираются по очень мощным перекатам По порогам Когда у них хорошие моторы Которые могут тащить Это как бы одно А другое дело Когда у тебя нету воды То есть вот там пороги И там почти нету воды И у меня все время Моторка стукается Соответственно Я поменял интейк На полиуретановый И этот уже интейк У меня как бы есть Хорошая царапина И снизу Которые Прутки, которые защищают Чтобы не попало там камни Еще чего-то Они тоже начали загибаться И уже Есть наклеп То есть удары Колоссальные на мотор Пусть, конечно, у меня И маленький мотор Но, с другой стороны По таким милякам Если был бы у меня там Сороковник Я бы его поднять И не смог А тут я Нос переваливаю А сзади, получается Приподнимаю И за счет этого Могу перевалить Через порог Лодку В общем, идея такая В целом Мотора Чуть-чуть не хватает Конечно На каких-то моментах Где мало воды И нужно прям взлететь Но Тем не менее Он же нас везет Мы не пешком идем И это уже классно А сейчас будем кушать Батя Вот, наконец-то Вот, батя Наконец-то Соизволил прийти У баки Появилось настроение Потому что Два дня Мы Тупо тащили лодку А не рыбачили Вот Так что Так что Как-то так Вот уже Ведерко поймали Харюзов Хорошо Возьми Вот так Как бы Во Сейчас Вы подумайте Единственная Машкара А так Все классно И солнышко Нас греет Возьми Приехали Посмотрите, ребята После каждого переката Нужно Поднимать И чистить Вот такую бороду Аж Моза перестает идти Потому что На камнях Где-то Ибит В общем Растет мох Трава И все время Забивает Ехать Блин, вообще Тяжело Плюс еще Камни Мелкая галька Она забивает И надо все время Чистить Уже устал Моторку поднимать Но Надо Все равно Нам доехать До заветного места Поэтому Несмотря ни на что Едем вверх Почистили Собрали волю В квас И вперед У нас опять Опасный подъем По Порогу И там Двойной порог Не знаю Я особо Конечно Снизу не замечаю Но Батя говорит Когда еду Чуть не метровый Перепад Если взять За уровень Самый нижний Порог То есть Там одна Лесенка И вторая В общем Порог И тут Дай боже О Ничего себе Если видите Какие Камни на дне Плиты Кстати Какой-то Ручей Еще уходит На Держи На Держи Все Давай Давай Поставь Давай Давай Поставь Давай Держи ребята на этой рыбалке я уже не знаю сколько раз я поднимал поднимал мотор и отпускал вообще випец блин заколебался регулироваться потому что сестрой ездили с братом ездили то есть одни я брат и опять же я и сестра ездили я нашел оптимальный уровень мотора все поставил все хорошо добился с 34 километров в час по течение про течение вот но в итоге когда мы загрузились и сели итоге все эти настройки стали четных они бы стали бесполезными и все мои усилия тщетно и теперь я заколебался когда начал ехать и начал регулировать сейчас опять регулируюсь короче какая-то хрень не знаю из-за чего теперь спела здесь стесал поставил час какая-то хрень стала сейчас еще немножко стесал как бы и уменьшил эту толщину и мотор немножко ниже есть тоже стесал немножко ниже опустил не знаю что будет потому что стали прохват и не знаю почему вообще не могу понять то ли дерево разбухло и она увеличилась в объеме у меня теперь не стала до конца примыкать к этому моменту сама струбцина получается и печаль бедах и все время вылетает я закрепил на 2 шурупа час не знаю надеюсь будет получше надо было конечно не знаю то ли мотор с болтами взять чтобы лучше он прыгал чем все время выходил вот такие уже узор сделал на алюминике в общем короче надо переделывайся уже знаю как но это мне совсем другая история в общем буду что-то делать дальше тоже ребят вечереет понимаем что не сможем дойти до избы потому что вода мелкая мы тащимся еле-еле плюс надо было бы облавливать а ты поймал рыбосика братан разделывает рыбосика в общем все будем думать но мне кажется нам надо хоть сколько-то прийти до какого-то места если до избы не доедем то придется ночевать здесь что ли я не взял палатку надеялся что будем проходить все хорошо и оставил его дома в общем как-то так пока день дает нам полный экстрим но посмотрим надеюсь все будет хорошо что-то В общем, довольно длительное время проводим для того, чтобы обловить перекат, потому что перекат стали мелкими, и рыба стала где-то возле бадюшек, где-то возле ивы, возле травы, поэтому туда кидаем прям на пределе, и все время застревает, еще что-то происходит, и в итоге у нас полный геморг с ловлей, но нет, нет, ловим, конечно, вопросов нет. И что ж, у нас опять, допустим, здесь метр шириной и глубина где-то, грубо говоря, 20-30 сантиметров воды, в каких-то местах даже бывают и мельче, то есть там надо как-то проехать на лодке, а где-то протащить, из-за этого время теряем просто уйма, вагон. Ну что ж, ребят, мы попали в полное попадалово, жопендрю, так сказать, не нашли избу, думали, что здесь будет изба, на которой батя слышал, что есть изба, но точного места расположения не знает, и думали, что на этом месте будет изба, прошли, нашли даже следы, но это, скорее всего, звериные тропы, не смогли мы найти избу, и в итоге сделали с отцом и с братом вот такую, не знаю даже, фиг вам, что ли сказать. Из того, что было, из подручных средств, чтобы как-то спастись от комаров, да, если вдруг будет ночью дождь, чтобы тоже быть где-то в затишке, короче, в общем, все выдернул, что было пригодно для закрытия этого балаганчика. Вон батя, сварил чай, раскопали, как могли, ногами, палками в лесу ямку, блин, беломошник, боимся, лишь бы у нас тут возгорания не было. Вот, а в целом, в целом, вроде бы, все хорошо, единственное, лишь бы боженька еще помогла нам, и не сделала дождя. А в целом, вот сейчас чай попьем, и, наверное, уже порухнемся спать, завтра долгий день до избы, надо в любом случае доехать до избы и отдохнуть, потому что сегодня мы просто себя убили. А вы были на канале Таежный гость, подписывайтесь, ребята, и всем пока! Ну что, давайте кушать, что ли? Что, бичики будем есть? Бичики будем есть? Да. И долго не садиться. Батарейки новые поменяй просто для фонаря, чтобы долго... Ой, слепота! Пришло в смирение над этой ситуацией. Умир от варенья. Сейчас, сейчас-то распилим все. Хорошо. Алик, я иди, я. Ага. О, блин! Шпион-то здесь один уже. Угу. Будут по-нахватить. Будут по-нахватить.